На протяжении последних двух лет я бесполезно обивала пороги различных надзоров, ведомств, силовых структур. И сейчас я понимаю, что только огласка и сплочение народа вокруг нашей беды поможет нам закрыть полтавскую свалку. Все россияне стали заложниками бизнес-интересов мусорной мафии. Наш случай самый вопиющий и уникальный, уникальный по своей абсурдности и цинизму, с какими прокуратура, следственные комитеты, суды убеждают нас в том, что можно не соблюдать нормы закона, можно попирать в конституционные права граждан. Я вынуждена становлюсь публичной личностью, чтобы спасти своих детей. И читая уже десятки тысяч комментариев под нашими роликами, я понимаю, что народ, в отличие от чинуш, видит очевидные вещи и не требует никаких результатов анализов для того, чтобы принять решение. Я отказываюсь от краснодарского риса. Каждый второй комментарий говорит об этом. Человеку достаточно посмотреть на кадры, чтобы ужаснуться масштабу экологической катастрофы. Горько от того, что в условиях дипкого капитализма, гонясь за суперприбылью, мусорная мафия фактически идет по трупам. Тот тариф, по которому мы платим за мусор, предполагает его экологичную утилизацию. А в нашем случае мусор, минуя сортировку, просто вываливается на голую землю. И эта суперприбыль позволяет делать нулевые санитарно-защитные зоны и протаскивать в судах абсурдные определения, позволяющие свалочникам до 1 января 1926 года загрязнять водоносные слои в зоне рисосеяния. И только сейчас, когда вся страна узнает правду о выращиваемом на фильтрате кубанском рисе, у нас появляется шанс, что полтавскую свалку закроют и в ближайшее время ликвидируют этот смертоносный объект. Продолжение следует...